Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Scarlet Nexus. Ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами дошли, наконец, до фазы отдыха. Ну и я предлагаю начать с того, чтобы посмотреть, что же мы можем хорошего подарить нашим чувакам. Давайте смотреть... Ой, обменять, вернее, нам нужно. И подарки. Что у нас тут? О, новая программа по реализации дополнений, но нам для этого нужен анализ ламполапа. Анализа ламполапа у нас нет. У, зато мы можем купить с вами фигурку героя. И, кстати, тяжелую гантель. Но, да, фигурку героя я хочу одну. Обязательно. Гантель, конечно. Конечно же. И что у нас тут еще? Журнал для девочек. Какая милота. Да, журнал для девочек купим. Розовая бутылка для питья. Ммм, какая милота. А редкая старинная лампа, увы и ах, упирается в эко-данные заброшенного метро. Не доберемся мы до них пока что. Хорошо, но я предлагаю сначала поделать миссии связи, а потом уже дарить. Ну и, как известно, у нас с вами цепь столь сильна, как ее самое слабое звено. Поэтому давайте-ка с Лукой улучшать нашу связь, в первую очередь. Так, значит, телеканез Юита и Касана на самом деле под вид гравикинеза, возможность путешествия во времени, это просто невероятная сила. История связи. Давай поговорим, брат. Юита, отлично. Хочешь со мной в спортзал? А, да, конечно. Займемся пауэрлифтингом. Может, тогда и гему пригласим? Гему. Сегодня я бы хотел позаниматься вдвоем. Мне нужно кое-что проверить. Э, хорошо. Занятно. И что ж ты хотел проверить? Мы же тут не силы меряемся. Нет, мы здесь не для тренировки. Я привел тебя сюда, чтобы поговорить кое о чем без лишних глаз. Что-то не так? Помнишь, мы были в старой больнице Апи? Да, денек был нелегким. Слышал что-нибудь обо мне и братья от исследователей? А, ну, это... Ты совсем не умеешь лгать, как всегда. Что ж, похоже, ты уже все знаешь. Знаешь, что мы с братом были пустышками. А, я ничего не сказал, потому что думал, это может тебя задеть. Понятно. Спасибо за заботу. Он на меня даже не смотрит. Видимо, не хотел, чтобы я знал об этом. Но, как ты понял, что я знаю? После возвращения из старой больницы Апи ты рассказал нам, что был пустышкой. Ты тогда взглянул на меня, и твое выражение лица изменилось. Поэтому я сделал вывод, что ты мог узнать правду. А, ты прочел это у меня на лице. Прости. Не извиняйся. Рано или поздно, ты бы все равно узнал. Но меня интересует вот что. Почему ты решил рассказать об этом всем? Ммм... И все отреагировали именно так, как я ожидал. Это позволило мне понять, как много хорошего есть в моей жизни. Я вообще не думаю, что кто-то стал бы относиться к тебе хуже. Расскажи ты ему об этом. Я не согласен. Лука. В отличие от тебя, мне пришлось жить с тяжелым осознанием этого прошлого. Пусть я и Септентрион, но я получил свою способность благодаря эксперименту. Я не был рожден с ней. Однажды она может просто исчезнуть, и когда это произойдет, общество обернется против меня. Это страх, с которым мне приходится жить. Я не могу просто так измениться и стать таким же беззаботным, как ты. Неважно, что считает общество. Всегда останешься собой. Тем, кто так долго сражался ради Афи. Постараешься сильнее всех и достиг многого. Этого не изменить, чтобы не говорили другие люди. Ты сильный. Именно поэтому ты можешь говорить такое. Но я не такой, как ты. Или мой брат. Я недостаточно силен, чтобы пойти против течения. Лука. Я такой, и этого не изменить. Поэтому, пожалуйста, пообещай. Обещай никому не говорить, что я пустышка. Хорошо. Я обещаю, что не скажу. Спасибо. Это все, о чем я хотел поговорить. Ладно, а теперь я пойду обратно. Я рассчитываю на тебя. Не бойся. Я сдержу свое обещание. Он выглядит обеспокоенно. Ведь я знаю секрет, который он хранил столько лет. Может, ему недостаточно одного лишь обещания. Нет. Мне просто нужно постараться, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Я обязательно сдержу свое слово. Ты работаешь, не поголодая рук, Юита. Правда? Спасибо. Ты добрый, честный и прямолинейный человек. Я тебе даже немного завидую. Я не могу быть похожим на тебя, да и не должен. Но мне кажется, именно поэтому ты такой обаятельный. Обаятельный. Достигнул третий уровень связи с Лукой. Увеличение скорости восстановления САС и комбовид. Прикольно. Мне бы хотелось узнать тебя еще лучше. Я как раз думал об этом. Надеюсь, мы станем хорошими друзьями. А уровень связи отряда почему не подрос? У нас же только что связь с ним улучшилась. Просто позволь сказать. Возможно, мои слова тебя огорчили. Но, Юита, это не значит, что я тебе не доверяю. Я хочу, чтобы ты это знал. Все хорошо, я понимаю. Я сдержу свое обещание. Спасибо. Вскоре я вернусь к себе. И можешь не отвечать. Я все правильно поняла? Мы не понимаем, что произошло, и мне из-за этого не по себе. Поэтому поправьте меня, если что-то не так поняла. Значит, у Касаны и Юита одинаковая способность, которая называется красные нити. Верно. Э, эй, эй. Че, не туда я нажал, простите. Верно. Красные нити. Способность, позволяющая путешествовать во времени. Спасибо, Лука. Так, а кунацкие врата, это врата для путешествий во времени, которые открыла Касаны. И не закрылись они потому, что сила Юита начала резонировать с ее и Юита. Они закроются, если Юита умрет. Поэтому Юита из будущего попросил Касаны убить его. Вот этого я не понимаю. Даже если бы об этом попросил сам Юита, я бы никогда этого не сделала. Да. Должен быть другой путь. По словам Кагера, цель Тагетсу сделать так, чтобы на Землю никогда не прибыли колонисты. Похоже, Кагера наконец-то был честен с нами, хоть немного. Он сказал, что с помощью красных нитей они хотят повернуть время вспять и отменить колонизацию Земли. Вернуть время только в части Вселенной. Звучит невероятно, но... Но мы уже видели столько невероятных вещей. Спасибо вам всем. Теперь информация, которая у нас есть, кажется гораздо проще. Вообще, две вещи хочу сказать. Первое. Для игры, в которой есть путешествие во времени, все крайне логично и встает на свои места. То есть не чувствуется, что это путешествие во времени, это какой-то, знаете, какая-то заплатка. Оно действительно очень гармонично вписано в игру. Это раз, но и два. Мне кажется, переживания Луки, они довольно-таки пустые. Но вот я, например, в институте довольно-таки хреново учился, честно. Я был одним из... Ну, то есть я не был тупым. Я был веселым чуваком, который любил бухать, скажем так. Но сейчас, да, много лет спустя, я действительно один из очень классных специалистов. И да, мне отчасти стыдно, что если кто-то там раскопает мой диплом, это, конечно, трэш и угар. Но что поделать, я этого изменить не могу, да? Но сейчас я тот, кто я есть. И как бы вот тот путь, который я проделал, он, в принципе, достаточно честен, чтобы мне не было совсем уж стыдно. Но реально, давайте как бы больше жить сегодняшним днем. Но не суть. Давайте посмотрим телек, наверное. После инцидентов СОВА, ПИ и Национальные силы самообороны повысили степень защиты, чтобы предотвратить дальнейшие восстания. Тем не менее, угроза пока не устранена, и обстановка все еще напряженная. В связи с объявлением чрезвычайного положения, мы призываем граждан оставаться дома и помочь сохранить общественный порядок. Так, а почему уровень связи отряда может пообщаться с Сугуми? Да, обязательно, друг, сейчас. Почему у нас уровень связи отряда не подрос? Скажите мне, пожалуйста. Давайте на команду посмотрим. Что у нас тут? 4, 4, 4, 3. Ага. А уровень связи 2. Как так? Хорошо. Лука, у нас есть подарок для тебя. Дрон с контроллером. Мы, кстати, его не вручили, кажется, вовремя. Так что... Или вручили, может, мы просто новый нашли. Сейчас узнаем. Но... Не мог же я забыть, а? Итадакимас. Эх, вот бы мы и дронами ворон... Ворон могли бы управлять с той же легкостью. Черт, запнулся. Хорошо. Так, ну, уровень связи отряда, ребятки, что за фигня? Давайте-ка повышать его. О, Ватар уже? Ватару. И у Суэйс Эйрона хватало серьезных секретов, но вот от Тагетса такого никто не ожидал. Так, Лука, еще один ништячок. Девчуля сидит, такая вот, кнувшись, таковая скромная девчуля. Я, кстати, примерно так же раньше себя на тусах вел, но как бы если девчуля крохотная, то... Я довольно-таки здоровый мужик. Итак, подарки. Фигурка героя. Эти фигурки были созданы при поддержке защитников новой Химуки, АПИ и НСС. Фигурка солдата НСС браво держит оружие, солдат АПИ стоит на страже. За созданием фигурок тщательно следили обе организации и говорят на утверждение дизайна ушло около 10 лет. А вот ее мы, кажется, уже дарили, да? Блин. Да, вон они стоят. Черт, а там же была какая-то еще фигурка. Не обратил внимания, когда покупал. Шайза. Уровень связи отряда, пожалуйста, можно прокачать? Нет. А-а-с фигали? А-с фигали? Ну, ладно. Допустим. А, кстати. А, нет, очков у нас нет. А в САС тут... Эть, эть. Все вроде как... Угу. Ну, мне кажется, кнопки оставим как есть. А теперь что? Цугуми? Ну, Цугуми, видимо, будем развлекать ее. Я тоже не знала о тайне Кагера. Все это время он трудился ради своей семьи. Давай историю связи посмотрим с тобой, девчонки. Йойто. Йойто. Есть минутка. О, да, что такое? Тот белый цветок. Немой снежник. Кое-что меня заинтересовало. Ты что-нибудь выяснила? Я пока не знаю, но помнишь, как мы взбирались на гору Хиена? Да, там было холодно. Идти по снегу было непросто. Эта гора идеальное место для немого снежника. Но мне так кажется. Я ведь говорила о том, что этот цветок растет в холодных горах, ведь так? Да, и я собираюсь отправиться. Отправиться куда? На гору Хиена. Что? Ты собираешься на гору Хиена в одиночку и все для того, чтобы найти этот цветок? Я не просто его найду, я принесу его с собой и покажу тебе. Нет, это слишком опасно. Эта гора очень крутая и там иные, я не могу тебе это позволить. Ничего, я могу сражаться. Я ведь сражаюсь дольше тебя. Верно, но не стоит идти туда в одиночку. Ты точно уверена, что тебе туда нужно? Да, даже если ты попробуешь меня остановить. Ты немного... Нет, не немного, очень упрямо. Ладно, тогда я пойду с тобой. Что? Но... Незачем спорить. Я пойду, даже если ты попытаешься меня остановить. Ладно, тогда пойдем вместе. Да, идем на гору Хиена. У нас сейчас миссия прям будет. Здесь всегда так холодно. Цветок, который мы ищем, наверняка выше. Да, возможно, нам придется подняться на вершину. А в этом климате он встречается нечасто. Что ж, тогда идем к вершине. О, подождите, это еще не все. Ну, а у нас же комбо на пять сейчас, нет? А, ну да. Так. Ну, просто соберем здесь эко-данные, чтобы потом как с метрошными не обламываться. Причем я в метро сходил, а там мне дали только эко-данные Б, причем везде. И поэтому я решил, что, ну, смысл туда наведываться тысячу раз, если найдем, то найдем. Но вопрос, какого ляда у нас уровень связи отряда не поднялся до третьего, хотя Лука у нас теперь, типа, с Лукой связь у нас теперь на троечку. Как-то это, ну, нелогично, что ли. Потому что до этого все сработало нормально. Может быть, какой-нибудь баг, хотя к игре пока пачи особо не выходило. Э, да ладно. О. О, отлично. А, слушайте, а у нас все кинезы-то есть. То есть мы можем, в принципе, его нормально пигануть. Еще? Еще. Но, кстати, вот. Убежали. А, она нас защитила. Я стала немного сильнее. О, у них тоже уровни повышаются. Ну, то есть я это давно знал просто. Это не тот цветок. Бум. Дождевая ламя. Бум еще дождевая ламя. Ай, огонь. Не успели заюзать. Уворот. У. Уворот. А, давайте-ка. А-а-а. 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 Черт. Вот эти штуки, конечно, задалбывают. Нам как бы... Эй. О, отлично. Девчули очень вовремя выстрелила. О, призыв. А-а-а. Ну, я так думаю, что прям целую-то миссию здесь не стали делать. Тут просто мы заходим и собираем ништячки, но... Стоит тогда ништячки собрать. Давайте посмотрим на карту. А-а-а. А-а-а. Стоп-стоп-стоп. На карте что у нас? А, он дальше. Значит, вот эта вот опциональная штука. Ну, давайте тоже сюда заглянем. А вдруг потом эти эко-данные где-нибудь нам понадобятся. Прямо времени-то все равно с вами огромное количество на это не потратим, раз уж все равно приперлись, да? А-а-а. Но... А когда-нибудь может кому-нибудь подарок пуком. За счет этого? Ух! Ха-ха-ха-ха. Красавцы, а? Вы видели, да? Прямо было четенько. Ай! Гема. Спасибо, Гема. Ты просто мой друг, корешки, брат. Кстати, в гемме мы гантельку купили. Тоже надо бы не забыть подарить, потому что склерокинез это прям вещь. О, новый уровень. Ну вот, не зря совершенно здесь посражались. А, тоже тема хорошая, да? На! Бум! Готов засранить. Ну, успеть его убить, это, конечно, куца еще песня. О, ты чё ли немножко повреждена? О! Нет, эко-данные все почему-то бэном попадаются. А-а. По-моему, других не было еще, да? Просто вот в метро мне прям все-все-все точки дали эко-данные типа бэ. И я такой, эээ, печалька. Ну, а как бы, представляете, да, заходите и фармить редкие эко-данные. Ну, не очень хочется. По правде сказать, нам, в принципе, сейчас с вами уровней хватает. И грандить-то нет такой прям острой необходимости. Так. Поэтому давайте распягачивать тут всех. Можно вот эту штуку запустить. Ой. А? На. Ага. О. Девчонки, давай стреляй в него. Но. На. На. О. Как хорошо, что они, по сути, нам помогают своими взрывами этими. У. Мы слаботы. Ну-ка. Блин, только почему мы никак это с усиленной атакой не разберемся? Ага. Разорвали. Прощай. Ой. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Что-то крыс-маслокрут нам масло нафигачил очень душевно. Ага. На. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой. Если мы с девчолю оба погибнем, будет очень неприятно. Ну. Ну, и гейм-оффер, ну, скорее всего. Они все летают и летают. Оп. Ладно. Это ворвем. И сейчас надо резко, видимо, спасаться. Да. Ну, благо мы обходимся пока что только легкими жилья. Не сказать, чтобы... О. Все. Не сказать, чтобы мы кучу ресурсов здесь потратили. Ну, а если мы практически не тратим ресурсов, то все очень хорошо складывается. Итак, карта мозга. А что у нас тут? Дополнительный прыжок. О, блин. Двойной прыжок. Это круто. А здесь что? Три последовательные атаки ТК. Две атаки с разворота. Заодно комбо. Последовательные воздушные атаки. Четыре последовательные атаки ТК. Но давайте уклонение в воздухе и вот этот вот... А, стопа. Мы вот сюда, кажется, лезли. Да? Четыре саз. Да. А, не хватает у нас очков мозга. Но чуть попозже. Ладно. Кстати, а какие-нибудь все-таки хоть случайно мы не сделали миссии? О, разрушить оболочку. Да. Да, да, да. Нам ее засчитали. Супер. Давайте отчитаемся о задании. И что у нас осталось? Используя сокрушение мозга. Шабаш-вредитель. Приветливый лами. И коричневый ян. Ну, видимо, настанет наше время. Когда-нибудь. Но пока наше время еще не настало. Да, девчон, я знаю. Я вот этим занимаюсь. О, таблица нормализации. Или что бы это ни было. Почему-то мы их собираем. У нас их дофига. Мы еще ни разу не использовали. О. Так, а данные опять, смотрите. Отеко данные бэшки. О. Да ну. Ах. Фух. Ха-ха-ха. Главное вовремя заюзать. Фух. Ема, наверное, нам уже за игру спас жизнь не один раз. Так, если подумать. Будет интересно играть за отряд Касаны. Потому что, ну, посмотреть вообще, что у нее. У нее, во-первых, атака довольно дистанционная, в отличие от Юита. То есть, Юита, он ближнебойный, а она все-таки, ну, побольше у нее дистанции атаки. Ну, и... О, эко-данные цены на этот раз. Они хотя бы разнообразные даются. То есть, видимо, в тот раз, когда мне дали кучу эко-данных бэнам, просто с вами, ну, повезло. О, я его нашла. И даже не один. Ого, похоже, ты все-таки была права. Итак, где он? Совсем рядом. Погоди. О, о, нет. Что? Что ты увидела? Возле цветов ходит иной. Он их затопчет. Тогда поспешим. О, здравствуйте. Нет. Похоже, мы не сможем его просто так отогнать. Берегись, он приближается. Готовься к бою. Поняла. Ну, что ж. А их тут еще и несколько, да? А давайте кого-нибудь сначала помощника прибьем. Ну, и, естественно, огонек я заюзаю, потому что огонек позволяет нам врагов уничтожать гораздо бодрее. Первый пошел. Ну, просто всегда хорошая идея это убивать адов. Ай, простите, у меня достирало посудомойку. Я просто ее поставил и так, ладно. А пока, типа, ничем не занят полчаса, у меня есть возможность записать видос. И я ей воспользовался. На. Так, ну и пока мы с вами заюзали склерокинез, давайте-ка его офигачим. Эльками, ну, тем, что можно на эль кинуть, потому что иначе он может нам сбить этот каст, а, соответственно, сбитый каст нас сильно обломает. Так, чтобы времени тратить, подпрыгиваем к нему. Девчонки, ты давай тоже участвуй, пожалуйста. А то, как-то получается очень однобоко. Как бы я один ковыряю, а ты тут такая вся красивая в пальто стоишь. Так, оп, неуязвимость. Ага. Так. Аба. Так. И подскок. Удар. Подскок. Сюда. Подскок. Ох, как мы бодрые его, а? Давай, девчуля, давай. Ха-ха. Обалдеть. Из нас может выйти хорошая команда, да уже вышла, девчуля, уже. Посмотри, как мы его расписываем. Просто всего уже располосовали. Давай, Юита. Юита, Джан, давай. А давайте вот так и склероки нас. Оп. Все, тут осталось практически последний удар нанести и разорвать. На. Фу, красавцы, чувак. Вроде бы все. С цветами все в порядке. Фу, красавцы. Их рассоптали. Они почти все сломаны. И если бы только я нашла их раньше... По-моему, где-то половина еще в порядке. Я заглянула под землю с помощью глаз разума. Их стебли сломаны и корни искорежены. Они все пострадали. Как же так? Ни один не выжил? Некоторые только ослабли. Но я думаю, они оправятся. Правда, это займет время. Понятно. Но нам хотя бы удалось спасти их от полного уничтожения. Но теперь я не знаю, что делать. Я собиралась унести эти цветы с собой. Если забрать их с горы, они завянут? С нужными удобрениями они будут в порядке. Я думал о том, как за ними ухаживать. И вполне уверенно. Но условия, в которых они будут расти, будут для них неприятны. Я не думаю, что это правильно. Ты так добра. Может, тогда просто оставим их здесь? Что думаешь? Здесь ведь лучшие условия для них. Так что здесь они будут здоровы. Но тебе же они нравятся. Ты уверен? Уже то, что я смог увидеть, как они цветут, радует меня. И ты так старалась, чтобы это стало возможным. Так что думаешь? Я... Если цветы счастливы, я не хочу разрушать их счастье. Хорошо, тогда идем. Эй, а почему ты хотела забрать цветы с собой? Что? А, ну, они очень редкие. Так что я хотела попробовать вырастить их. Значит, причина в любознательности? Ты настоящий ботаник. Вырастить новое растение? Это как вырастить нового друга? Это делает меня счастливой. Понятно. Что ж, теперь у тебя есть друг, можно сказать, в другом городе. Думаю, нужно будет как-нибудь прийти проведать эти цветы. А что мешает взять один цветок? Ну вот реально. Конечно. И... Была еще какая-то причина? Нет, ничего. Ладно. У нее точно была еще одна причина. Теперь мне очень хочется знать, как именно. Но она же не расскажет. Ладно. Но уверен, однажды она расскажет. Нужно возвращаться на базу и отдохнуть. Получена мысль Грамма. Запотело стекло. На горе Хиена были еще редкие цветы. Когда я их увидела, мне показалось, но я не знала. Не могу поверить, что я распознал эти цветы только когда мы вернулись. Из-за разницы температур, мое увеличительное стекло запотело, и я не смогла рассмотреть лепестки. Как жаль. Я бы тоже хотел их увидеть. Да, кстати, ты же всегда носишь с собой увеличительное стекло. Но у меня не очень хорошее зрение. Мне нужно это стекло, чтобы наблюдать за растениями. Нужно как-нибудь еще проведать немой снежник. Когда можем мы эти цветы поискать. Вообще иронично, что у девчули, которая обладает истинным типом зрения, истинным видением не очень хорошее зрение. Ну, что-то в этом есть. А что-нибудь мы можем ей подарить? А журнал наблюдений за растениями и журнал для девочек. Ежеквартальный журнал с комиксами и короткими историями для юных девушек. Несмотря на то, на это он популярен и среди мужской аудитории. Также в нем есть колонка вопросов-ответов с очень полезными советами, которые получила особую популярность. Однако личности у редактора загадка. Тебе. Я и правда люблю комиксы и книги для девочек. Ты очень хорошо знаешь меня. Хорошо, а почему уровень связи отряда 2? Я сейчас начну психовать. Девчуль, здравствуй. Много всего случилось, но я рада, что мы примирились с Касане. Хоть что-то хорошее. Тебя. Эм, модный журнал слухи уже дарили, а вот розовая бутылка для питья. Ну, она вообще-то бутылка с розовой крышкой, если так смотреть. Эта розовая бутылка для спортивных напитков пользуется высокой популярностью. В ней нужно размешать протеиновый порошок, ни пролив ни капли. Говорят, отдел контроля качества Spring Pharmaceuticals тестировал ее, тратя... А, тряся ровно миллион раз. Нифига себе. У кого-то прям руки неустанные. В этой штуке мои порошковые спортивные напитки мигом растворятся. Стоит лишь потрясти хорошенько. Ага. Эм, геммак. К Тагетцу нам пришлось не сладко, но мы многое узнали. Значит, все не так уж и плохо, да, Юита? Эм, друг? Алкашку я тебе пока дарить не буду. Эта гантель изготовлена из невероятно плотного сплава, и поэтому она тяжелее, чем кажется. Но вещок, который с дуру ухватится, за нее может и спину сорвать. При броске она может проделать дыру в полу. Чтобы избежать таких повреждений, хранить ее лишь в спортзалах с укрепленными полами. Ну, окей. Укрепим пол теперь. Надеюсь, гемма по пьяни не будет разбрасываться гантелями. Она сейчас... Хе-хе. Мое личное оружие оказалось мне не вполне сбалансированным, но вес этого просто идеален. А у тебя наметанный взгляд. Пф, еще бы. Мне в магазине посоветовали, на самом деле. Должен признаться. А, коро-шо. А что дальше? Урок от Кагера. Эй, помнишь, о чем мы в прошлый раз говорили? Я научу тебя веселиться, как и обещал. Свяжись со мной, как будешь готов. Я буду ждать в Сейроне. В Сейроне? Ну ладно. Так это было всерьез? Я принял это за очередную шутку, учитывая ситуацию. Я и предстоять не мог иначе. Ну ладно, тогда уже иду. О, это типа, видимо, то, где другой отряд тусит периодически. Наверное. Город Сейрон, вторая столица Новой Химуки. Юит, а вот и ты готов поучиться у Короля Веселья. А, нет. Ты же сказал, что будешь ждать меня, так что было бы не вежливо тебя проигнорировать. Хоть ты так и говоришь, но на самом деле готов учиться и знаешь об этом. Не надо стесняться. Ладно, отправляемся в город. Это получается как наша с геммой историей, только в этот раз в роли геммы мы. Серьезно? Ну, такой хмурый с самого начала. Если хочешь, чтобы было весело, ты должен наслаждаться происходящим. Я пришел, как ты и просил. Но мне не хочется веселиться, когда еще столько проблем нужно решить. Послушай, это не просто дружеская тусовка. Это хорошо подготовленный и важный урок, который спасет тебя от грядущей катастрофы. Катастрофы? Нельзя вечно быть настолько зажатым. Чем серьезнее относишься к жизни, тем больше стресса, если что-то идет не так. Я не прошу тебя кардинально меняться, но пара уроков и отдыха явно пойдут тебе на пользу. Ладно, твоя взяла. Думаю, мне и правда нужно отдохнуть. Отлично, тогда решено. Я покажу тебе лучшие места для отдыха в Сейроне. Что? Эй, погоди секундочку. Так, следующая остановка в караоке. И не смей говорить, что ты уже устал. У меня совсем нет сил. Ты говорил о лучших местах, но я не ожидал, что ты решишь провести меня по всему городу. Эх, ты... Ладно, давай тогда посидим вон там. Спасибо. А ты, похоже, привык к такому темпу. Наслаждаешься жизнью по полной. А как же ей не наслаждаться? Может, ты и прав. Может, мне стоит научиться быть настолько же беззаботным? Беззаботным. Но я бы не назвал это беззаботностью. Ведь, если честно, жизнь далеко не всегда идет так, как хочется. Поэтому я наслаждаюсь жизнью, избегая от реальности. Можно сказать, отвлекаюсь, чтобы забыть. Когда ты произносишь это подобным тоном, то можно подумать, что сегодня мы лишь зря потратили время. Тогда прости, но разве ты не отдохнул как следует? Думаю, я и впрямь немного расслабился. А значит, и тебе иногда полезно сбегать от реальности. Особенно, если учесть, сколько проблем тебе приходится решать. От каких проблем пытаешься сбежать ты? Ты ведь пытаешься от чего-то сбежать, это очевидно. У меня нет проблем. Я просто легкомысленный парень, которого ты знаешь и любишь. Да ладно. Прилететь с Луны и прожить на Земле две тысячи лет? Вряд ли такой жизненный опыт можно назвать рядовым. Уверен, у тебя полно воспоминаний, хороших и плохих. Наверняка, ты много о чем думаешь. Ладно, ладно, хватит уже обо мне. Сегодня мы пришли сюда, чтобы помочь тебе снять стресс. А теперь следующее местечко. Хорошо. Он ушел от ответа. Вероятно, его и правда что-то беспокоит. Даже не могу представить, что у него была за жизнь. И трудно не задуматься о том, что он из-за этого чувствует. О, на карту мира добавлен город Сейрон. И новая мыслиграмма. А, так. Эй, ага, сегодня было весело. Правда, я забыл сказать тебе кое-что важное. Знаешь, Юита, прожив более двух тысяч лет, уж кое о чем я могу заявить с уверенностью. Знаешь о чем? Сегодняшний день был очень познавательным. Спасибо. Ладно, я укупился. О чем? Ну, если играть на гитаре, можно стать очень популярным. Если честно, я довольно неплохо играю. Захочешь поучиться? Только свистни, я научу. Хе-хе. Ну, вот эти вот, кстати, перебивки на миссии отдыха, поначалу они мне казались немного не в тему, а сейчас я понимаю, что очень даже круто. Ты проходишь миссии, а потом ты можешь насладиться как бы спокойной жизнью и вот чем-то таким глоточком свежего воздуха против, ну, между борьбой за спасение мира. А что ж, на этом я, наверное, уже после того, как с вами попрощаюсь, закуплю лечебные средства, ну, и закончим эпизод. А пока что спасибо Миша Лебедеву, Миша Фомино, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахарамсу, Алексею Смирнову, Простоеду, Сергею Кайнеру, Рокки Бальбову, Антону Цару, Глебу Сахарову, Брата Монзо, КДВ45РУС, Дарья Кравчук и Вайт Рэббиту за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что проходите игру вместе со мной, ну, и до встречи завтра. Пока на этом все, удачи, счастливо, пока-пока, увидимся!